Среди участников юноши 95-96 годов рождения ребята прибыли в Кузнецк из пяти районов Пензенской области, включая региональный центр. Всего 120 юных борцов выйдут на ковер, чтобы доказать судейству, что они достойны представлять наш регион на российских соревнованиях. Кузнецкие борцы, конечно, будут доминировать, безусловно. У нас более слаженная команда тренерская, и ребята достойны. Будем надеяться, ковер покажет. В прошлом году ковер показал, что кузнецкие борцы – сильнейшие в губернии. Пятеро представителей нашего города вошли в сборные области. И на первенстве Приволжского федерального округа все они стали призерами соревнований. Сегодняшние участники – это ребята 14-15 лет. По мнению тренеров, самый продуктивный возраст, когда спортсмен, приложив старания, может добиться наивысшего успеха. Возраст 15-14 лет. В этом возрасте уже можно выполнять звание кандидата мастера спорта. Все-таки высокая зона. Значит, на Приволжском округах тройка впадает на финал страны, где будут участвовать все сильнейшие со всех регионов. Так что вот перспектива такая. Значит, выход на Приволжский, через Приволжский выход на первенство страны. Все сегодняшние участники стремятся попасть в сборную области. Возможно, у кого-то шансов больше, у некоторых наоборот. Но абсолютно все с достоинством борются и выполняют требования наставника. Сергей Грушин, тренер-преподаватель из районного поселка Исса, привез шестерых воспитанников. Основные надежды возлагает на двоих ребят. Готовил юных борцов, учитывая способности главного соперника. Основные, конечно, у нас соперники на этом ковре, в Кузнецком. Это кузнецкие борцы. В основном команда формируется из кузнецких борцов. Ну а так как... Ну а мы как бы стараемся их на них и немножко... Равняться. Равняться. Первенство будет проходить в течение двух дней. Окончательные результаты фамилии призеров и тех, кто войдет в сборную области, станут известны в субботу, 18 сентября.